Девушки отдыхают... Ира, мы что, с тобой, что ли, и всё выкапывали? И по себе? Что ты делаешь? И сюда тоже нельзя. А сюда я уже точно ловлю. Ты пришёл всё-таки? Да. Я бежала. Ну, я думаю, мы нашли с чем заняться. Ну что, с сахаром и алкоголем нету, да? Что ж такое-то? Я вас поздравляю с наступающей ночью музеев, которая вот-вот уже скоро, да, начнётся. По всей стране великой, ещё за рубежом. Развезённым нету. Причём у всех бесплатно, а у нас бесплатно. У нас бесплатно? В Новосибирске. Я прошла, я специально никуда не пошла, потому что везде деньги. Смысл происходящий в том, что мы сейчас бесплатно обкатать вот это вот мероприятие, вот, а в следующий раз уже врубить нормальные деньги. Пенсионерам 200 и так далее. За твоим фонариком. Беременным женщинам 300. Кручь твоего фонарика в этом тёмном-тёмном месте, ладно? В этом тёмном-тёмном месте. Ну всё, закинулись. Давайте по-бырому, значит, мы минус за пять сейчас управляем. Ну просто вот жаль, отвлекаться от нормального человеческого занятия. Та подождите, чё не закинулись? О! Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чё там, кто-то есть? Нет, не сказал он, но кто-то заходил и вышел. Блин за пяти. так считает до пяти кто не спрятался кто можно пей господи так а я зачем эту освещенность а куда я стоят значит надо зажечь позвони по нему достань достань его позвони по нему и все будет ясно где он вот оно какое я один раз по своей дурацкой привычки что-нибудь молотить не то что надо на открытии какой-то своей персональной выставки сказал следующее слово здравствуйте дорогие друзья их несовершеннолетние подруги народ такой стоит что-то так смотрит на меня странно ладно поехали значит вот мы тут встретились с ирина мязинцева как это принято говорить в фейсбуке дабы так сказать посмотреть на друг друг на друга после долгой разруки я и поведал ей свою идею про вот этот волшебный фонарь она говорит ухты как здорово придумано я говорю более того я собираюсь его каким-то образом в контекст вот этой самой ночи музея включить она говорит точно это надо назвать ночь в музее михаила паршикова мне название понравилось мы решили делать делаем сегодня ночь в музее михаила паршикова но михаил паршиков это я я себя осветю чтобы кто-то может быть кто-то не знает или видит меня не так часто как хотелось бы вот чтобы и вертись сама идентифицировался я хочу сказать следующее что для художника его мастерская это безусловно дом родной либо это второй дом вот либо это первый дом просто откровенно и вот вся жизнь она тут вращается вокруг этой мастерской и тут и работаешь и отдыхаешь вон на том диване показываю туда фонарем вот там две подушечки специально до чтобы под подушечки их подсовывать под обе вот и тут и и стол и кров и дом и друзья и повторяю извините уже как бы говорил об этом неоднократно дорогие подруги несовершеннолетние да вот и и что что всегда меня привлекает лично меня в мастерских моих друзей художников это какой-то мир замечательный наполненный их жизнью и некими предметами артефактами которые натащены в норку на протяжении долгих лет жизни а вот и хочу вас познакомить как бы вот с этим музеем в котором я живу на территории улицы советской с 1 1991 года таким образом уже чё получается 26 лет подряд вот на двух территориях первая была у меня по коридору за сергеем гребенников вот я показываю сейчас посмотрите на него вот он какой вот и 2 вот здесь вот в той мастерской первой я пробыл девять лет два двухтысячного года в двухтысячном году естественная ротация произошла и семён егорыч булатов ведущий дизайнер не только новосибирска но и россии и перед этим советского союза вот отчалил в добрый путь а мастерская досталась мне лично вот постоль поскольку настрогал я заявление в свое время подсуетился быстренько мне заявление подписали распределение ремонт сделал въехал вот он я тут ну поехали смотрите счетчик творческой энергии вращается ну так плоховато честно говоря вот но постоянно то есть таким образом ешкин матрешкин ира ну что ты туда полезла в теменька какой-то какого хрена то тебе там ира дорогая я хочу видеть лучше ты бы посмотрела где там у тебя очки лежат я уже все достала посмотрите на иру ой что там пришла я вас нашла прятались прятались ооо это девушка пришла посмотрите вот это все называется стеллаж книжный на нем полки а на полках помимо книжек все всякое разное напихано прежде всего сверху картинки и просто рамки всякие разные вот про книжки говорить не буду но вот тут некое количество утюгов которые из себя представляют коллекцию автор и хозяин одновременно в одном лице эту коллекцию собирали на протяжении долгих лет а потом вдруг бац только и остыл я коллекционирование утюгов и значит появилась у меня новая страсть называется под утюжные подставки если кто-нибудь не понимает что это такое я сейчас на наших удивленных глазах сниму вот сколочки одно вот куда-нибудь здесь вот где-нибудь это будет сопровождать меня долгое время посмотрите вот так выглядит только дюжная подставка особенно прошло обратить внимание на тень которая она отбрасывает утюжная музыку оставьте пожалуйста вот вот такая вот утюжная подставка вот и одна в мастерской и дома там еще несколько штук по моему штук 7 вот сюда положили аккуратненько утюги утюги и среди утюгов внимание вот какой-то утюг электрический покрытый пылью веков и на нем написано домашний унирекс утюг модель какая-то польское производство вот этим утюгом свои брюки наглаживал николай демьянович грецук лично утюг передан из мастерской грецука и он им сыном анатолия николаевичем мне мое пользование и владение вот рядом с ним замечательно совершенно вещь это копилка если кто великолепно владеет английским языком то тут написано на новые титьки значит деньги собираются для того чтобы вот извиняюсь за подробности показатели росли дальше ты и больше михаил зачем он тренируется а не собственно новые титьки ни к чему но копилка как артефакт она представляет любопытство некоторые вот бюст пушкина на которой покушался ушедший от нас недавно александрович шуриц но я ему не отдал вот это вот тут вообще нифига не видно поверьте мне на слово этот домовой знак страхов страховое взаимное страхование тамбовская вот если кто не знает у меня был непродолжительный сюжет с девушкой истамбова я знаю я свечу держал и друг друга знаем давно и друг к друге все чё бы вам еще какого-нибудь рожна бы вам тут еще вот интересного вот картина на которой написано мягкой посадки миша а внизу слова таня в виде такого специального знака на который садятся парашютисты серёга нарисовал это нарисовал серёга там написано с мастиенко еще написано чего 906-2004 а с натуры или как это меня с натуры а так таню по рассказам по моему тогда еще не был с ней знаком вот так она у него получилось очень достаточно хорошо получилась так вот здесь вот мой портрет кисти кристины мастиенко она почему-то тут написала какие-то странные годы 1952 это мой год рождения 84 видимо ее таким образом можно сейчас представить сколько же и кристины нашей любимой лет что-то дохрена получается да примерно 33 точно 33 я сейчас часам с удивлением рассматривать что тут всякого раза по классно свое время был анекдот что художники якобы имеют право так видно вам да имеет право на какой-то мифический творческий стаж этот стаж начинается с первой выставки каталог которой у художника на руках остаются вот это каталог 80-го года выставки которая называется называется молодых художников посвященной шестиселетию новосибирской комсомольской организации это первое официальное моем участие выставки но про творческий стаж все уже забыли давно вот даже бухаров виктор семенович нас уважаемый почетный член художник академии комитета куда его вступили всю жизнь ни одного дня не проработал официально так поехали дальше она потом частный день дальше ну что надо сказать мастерская художник помимо артефактов она заполнена всякими разными картинками вот андрей рыбак тут какой-то сделано в сибири но по мотивам путешествий в солнечную испанию далекую любимую на испании с и поиски преферита как-то так это по испанский звучит испании моя любимая страна картинки которые называются парадиз вот такая вот оригинальная графика выполнена аэрографом безумным количеством масок то есть заклеиваешь какой-то один цвет задуваешь аэрографа потом отклеишь потом следующий следующий и так до самого конца до автографа сделано 14 лет назад вот замечательный мой портрет на фоне выставки посвященной моему шестиселетию на двух этажах гайцы и была развернута выставка даже по тем временам наш губернатор ющенко почтил ее своим визитом и мы с ним коротко поговорили о том о сём следом серия моя безумная девяносто четвертого года началась на стульях до сих пор продолжается там он стулья с эклипсами это затмение делано прямо в день затмения закончена и вот там еще какая-то любовь морковь нету света альбаут которая любит говорить и тут я закинула ему ноги на плечи вот вспоминает чего-то оно такое два билета в париж и обратно была выставка аналогического названия два года тому назад любимый мой плакат коси коса пока роса тут вот если вы обратитесь людмиле казаковцева на рассказы расскажет вам что я по своей творческой профессии плакатист вот и союз имени художников ссср я вступал по плакаты по жанру плаката это произошло в восемьдесят девятом году опять же 28 лет назад а кристиночки у нас 36 хорошо ладно я плавно пробираюсь столику который у меня завален здесь фрагменты коллекции утюгов опять же миллион всяких картинок в частности картинки из серии обнаженные линии нарисованные линии бесконечной которая имеет ни начала ни конца одна умная очень продвинутая девушка на выставке как-то меня спросила михао владимирович миленький вы с какого места начинаете рисовать свою эту обнаженную линию я и сказал что я начинаю рисовать кончика носа она так постояла в сторонке с минуту подумала говорит вы меня разыгрываете я буду да я вас разыгрываю она говорит ну а на самом-то деле на самом-то деле откуда вы начинаете рисовать большого пальца левой ноги юно ключ есть у тебя так последняя зеленая студия подарила мне с аукциона вот этот вот замечательный документ который подписан утверждаю председатель управления новосибирской организации х григориана марал владимирович и тут где-то это выставочный план деятельности новосибирской организации на 2001 год и тут мое светлое имя пашка в мв так бы я не купил санкционную эту вещь вот чуть дети пришли я посылал их но они вернулись вот мишка итальянский задарила мне и на остроменской по тем временам когда работала на концертном комплексе победа и я так тихо понимаю какая-то я итальянская делегация приехала и задарила ей а потом она передаил мне фактически да конечно это вот прямо из италии там у нее на заднице есть несколько бирок приклеена на них все написано вот супруга моя танечка в настоящее время карачах вот как она отвалила в карачи эти дети поинтересовались чё будешь делать а я говорю придаваться разврату вот чем собственно мы сейчас с вами и занимаемся вот такой высоко художественный вариант вот как бы так чудо кисточки краски вот какие-то артефакты чтобы это значило я честно говоря сам не знаю но голова художника так устроена что иногда он делает нечто чего сам не понимаю сделано из картона покрасила сверху краской черный красный и вот она вот такой вот красивый на мой взгляд я думаю как бы бы замечательно шандарахнуть на какой-нибудь площади нашего города вот такую штучку метров на 20 вот было бы нехило да так совершенно феноменальный клокат который сопровождал первую монстрацию новосибирских художников тогда еще этого слова не знали вот но демонстрировали художники от галереи зеленая пирамида до нашего государственного художественного музея и во главе колонны было несколько плакатов а именно два один из которых вот у меня в мастерской находится свое время а александр давидович шури с которым я вспоминал вспоминаю и буду вспоминать зашедший ко мне в мастерскую сказал ухты а это же мы с мастерской делали на что я такой очень шустрый подвижный ответил ему саш но если это ты делал так подпиши а я этого подписывать не буду вот такая вот история связана с этим плакатом я так рассматриваю и думаю что наверно надпись делал мать енка его почерк а вот лицо вот это вот объекта до похоже это как бы рука шурица самого вот обратите внимание внизу маленькой чего моего его вот вот здесь вот твоего это плакат мой сейчас я его собственник вот моего моего чего и все картинки которые мастерской тоже мои и вы мои гости сегодня сегодня кого не коснись едем дальше ладно вот еще один кажется мне последний привет моей супруги вот она стоит в городе берлине возле пикассо и делает такую же примерно позу вот с этой позы я ее нарисовал портрет весь висит дома на потрите пикассо написано тоже пучок не написано не знаю как это получилось но вот так получилось так дочка ирка и эпохальный плакат под названием таблица по проверке зрения вот к сожалению там внизу скрыто то я для вас я достану гости дорогие и поставлю сюда последнюю строчку не читает обычно никто а верхнюю почему-то уверенно считают все потому что посвятить и мы прочитаем потому что при обсуждении сегодняшнего мероприятия кто-то умный сказал а чё пожрать будет а ему кто-то ответил реплика а выпить и тут включился я говорю пожрать искусство а выпить чего там было культурку вот так вот я вот ответил внизу маленькие работы про тигру и про какого-то минотавра на разных языках мира написано на минотавре написано по испанке жосой барна это барселона сокращены а тут по-арабски переводчика как читается я не знаю эпохальный плакат полуправда называется это та самая полуправда который нас кормили достаточно долго при социализме за этим плакатом с вашего разрешения пройдут и сыты были главы наполовину вот еще эпохальный плакат который восемьдесят восьмом году назван лучшим плакатом россии я эту гордость с собой тащу вот уже много лет своей жизни россиянка заплатил за позирование сколько там кристиночки не я думаю тут это путаешь кристиночки должно быть больше больше я что-то путаю 34 нет больше гораздо ну вот вот этому плакату в настоящее время 29 лет я быстренько посчитал пока мы тут припирались кристиночки с этой нашей так вот тут всякие картинки картинки это любимая картинка светлана альбаут вот эта тема как-то очень волнует видео какого-то другого мужчина выбрала наверно сегодня вот абстрактные произведения которые называются ирок с пузырь а вот это вот чего-то там еще до синяя борода плакат дикий из серии плакатов созданных мною давным-давно тут где-то автора восемьдесят девятом году вот для новосибирского ордена знак почета театра юного зрителя режиссер румянцева художник карманов композитор глейзер а хореограф почему-то и разик вот так еще чего-то там и еще вот здесь вот один из любимейших сюжетов серии на стуле он мне памятен тем что на одной выставке я подслушал когда разговаривали молодые люди девушка своему кавалеру говорит милый давай сегодня вечером попробуем вот так вот ну и чтобы как вот посмотрите первый выпуск курсов повышения квалификации управляющих отделений совхозов при не с и и и вот здесь вот светлой памяти мама моя пашка ольга сергеевна пациент такая серьезная тетка была но продвинутая была проректор сельхозинститута фух мала такая приличная миша а чем от меня вообще мне интересно что ты закончишь тайной фонариком в смысле фонариком он покажет протечки протечки очень эротично это очень все дорогие друзья на этом лавочка закрывается и пошли вон выступление закончено спасибо свет не будем это наше принципиально